Несмотря на то, что жилой фонд микрорайона Дома Медиков один из самых молодых в городе, вопросов, касающихся жилищно-коммунального хозяйства, у населения достаточно. Их жители микрорайона смогли задать на встречу Марата Губеева со старшими по домам. В начале встречи заместитель руководителя исполнительного комитета муниципального района вкратце подвел итоги прошедшего года. В 2015 год мы коллегиально решили объявить годом взыскания задолженности, потому что на 1 января 2015 года задолженность населения перед предприятиями жилищно-коммунального хозяйства составляет 62 миллиона рублей. Стоит задуматься, да? Рассказывая о дальнейших планах работы по борьбе с должниками, Марат Губеев подчеркнул, что рейды по домам, в которых задолженность за услуги ЖКХ наиболее высокая, продолжатся и участятся. В основном у нас начинаем мы с общежития. Это такие вот, как на этой территории Королева-1, Мира-38, Мебельная-16, Вахитова-144, 40 лет победы-35, и ряд Молодежная-17, и ряд вот таких есть домов, где уже долги зашкаливают за несколько миллионов рублей. Вот здесь мы первоочередные свои, скажем, такие движения и начнем с этих адресов, вплоть до выселения. Выслушал Марат Губеев и вопросы старших по домам. Большинство из них были от жителей новых многоквартирных домов. Многих волнует проблема плохих дорог в микрорайоне. По этому вопросу изначально могу сказать, что мы с Виктором Евгеньевичем в выходные дни, в праздничные программу формировали, несмотря на то, что цены опять повышаются и на дорожные работы, но тем не менее, благодаря главе, по просьбе главы президента, 100 миллионов сумму на ремонт городских дорог в этом году также оставили, как в прошлом году. А мы, в свою очередь, также, как и обещали, значит, из них 10 миллионов на тротуары, 10 миллионов на придомовые территории, в каждом микрорайоне по одному большому двору, мы обязательно в этом году за асфальтируем. На встречу был приглашенный участковый полномочий на этого микрорайона. Он также выступил перед старшими по домам и ответил на их вопросы. Пообщаться домком мы смогли с представителями ресурсоснабжающих предприятий и организаций. Один из самых главных вопросов, который волнует жителей здешних домов, это высокая цена за горячую воду. 384 рубля закупа воды. Вот в месяц, в 48 квартир, в месяц я с горячей водой собираю, люди тратят 0,2 куба, 200 литров, 0,3 куба, 30 кубов. Ну, это же почти по 400 рублей идет это. Мы в Сангелье живем. Пусть объяснит нам товарищ, который нам составляет, из чего кулькуляция воды состоится. Например, на Королеву 3, у них там 175 рублей. Вот вас сейчас кто-то открыл кран из всех, сколько там квартир домик? 48. И он за всех, за 48 квартир, считаете, будет платить за отопление ваших же ванных комнат. Ведь составляющая горячей воды, она состоит из чего? За оплату за воду, если вы ее практически не используете, там копейки. Из-за подогрева воды, там стоит теплощетчик, идет циркуляция горячей воды по всему дому. Она проходит от того, что вы пользуетесь водой или не пользуетесь. Теплощетчик считает, есть потеря тепла. Также зашла речь и о проблемах нелегальных парковок, курения в подъездах и ремонта самих многоквартирных домов. Заместитель руководителя районного исполкома выслушал каждого и пообещал, что без внимания никто не останется.